Более 30 отечественных государственных информационных систем. Органы государственной власти Ульяновской области переходят на российские разработки в сфере информационных технологий. Такая работа позволяет исполнить один из майских указов президента. Согласно нему, в 2019 году доля закупаемого программного обеспечения отечественного происхождения должна достигать 60%. В будущем году софт российского производства должен сместить импортный на 70%. Ульяновская область указ исполняет и даже идет на опережение. У нас используется система электронного документа оборота. Практически все системы связаны с финансовым учетом, бухгалтерским учетом. Все системы информационно-справочные. Разумеется, все системы, которые относятся к защите информации, криптографии, антивирусов. Это касается и офисного обеспечения. Сейчас министерство и ведомство готовятся отказаться от продуктов Microsoft Office. Работать с документами в госструктурах будут через программы, созданные российскими IT-компаниями. Отечественный аналог также появился в шрифтах, с помощью которых и создаются документы на компьютерах. Внедрили шрифт российского происхождения. Он называется Paratype Astra Schrift. Сейчас им пользуются на обязательной основе все исполнительные органы власти Ульяновской области. Также и органы местного самоуправления. Одними из первых в Ульяновской области переходить на продукт отечественного производства в информационно-коммуникационных технологиях стали в Министерстве агропромышленного комплекса и развитии сельских территорий. Их успехи отметили на IT-форуме, который на днях прошел в Белгороде. Софт, который мы использовали, это отечественная разработка операционной системы Astralinux. Конкретно был релиз в Смоленске. Это сертифицированная операционная система, рассчитанная именно на работу с государственными информационными системами. Сейчас 80% компьютеров министерства переведены на отечественную операционку. В отличие от того же Windows, она дешевле в цене и имеет техническую поддержку на русском языке. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ.